Сейчас я нахожусь в городе Омск, в легендарной школе Александра Шлеменко, в школе Шторм. Прохожу свой очередной тренировочный лагерь перед своим следующим боем, который пройдет 22 февраля на РССИ Интера. Можно сказать, я вернулся в свое место силы, а школа Шторм – это то место, с которого начался мой профессиональный путь, как бойца смешанных единоборств. Я очень давно уже хотел приехать в школу Шторм к Александру Шлеменко, потренироваться с ребятами. Все никак не получалось, а здесь, ну, я, как я это называю, психанул. Просто сказал, ребята, делайте еще репети, а я поехал к Саше. Работать, на самом деле, есть над чем, очень много, и это хорошо. В Ане еще есть, куда развиваться, куда расти, поэтому это же отлично, если есть, где прокрессировать. Когда он к нам впервые приехал, ну, очень много того, что он сейчас умеет, то, что он сейчас делать, у него не было. К примеру, то, что было, и то, что стало – это небо и земля. Что ты опять там? Что тут мудрить надо? Вот, да. У меня есть четкая отправная точка, это начало тренировок в Шторме, и мне было очень интересно приехать и посмотреть, вырос ли я вообще, как боец. Отсусть опять вопрос, вот сейчас. Смотри. Ушел? Да. Я могу? Вот так. Да? Удар жесткий, умерция большая. Он тяжелый. Удар, это очень тяжелый. Удар! Удар! Смотрел, переживал. На самом деле, знаете, на подсознание я чувствовал, что не получится у Вани пройти этот бой. Ваня согнал очень много веса, и мощности, силы, они тоже были на таком подсосе конкретном. С каждого поражения, с каждой неудачи в своей жизни, если мы не будем извлекать опыт, то это такая станция просто поражения и неудачи. При том, что я, не считая, что мое поражение на мото принесло мне какую-то неудачу, или какое-то там, я потерял все. То есть, ну, этот ноль, ну и ноль и ноль человек, он мог в первом бою у меня пропасть, мог в десятом. Я очень рад, что я согласился на это. Из всех выводов, что я сделал, это в миллионы раз дороже стоит, в миллионы раз ценнее, важнее, чем то, что люди думают, я потерял. Единственное, риск был лишь в том, что я потеряю там здоровье. Когда ты меняешь весовую категорию, это полностью меняется все, по сути. Весь твой опыт, который ты накопил до этого в других весовых категориях, его можно забыть и перечеркнуть, он тебе не даст ничего. Я бью, в принципе, легко всегда по лапам, но в бою я без загружаюсь. Все равно загружаюсь, бывает момент. Тебе человек другой, там, лапы, ты привык, там, десять лет. Это понятно, но я не видел, как вы с ним работаете, интерес посмотреть просто. Ну, вот у нас какие-то вещи идут, которые мы стандартно делаем, да, значит. А жизнь же не стандартная. Нет. Ну, вот смотри, я, например, мне не важно, кто будет держать лапы, я все равно буду при этом бить быстро. Ну, расслаблено. Всё, Ванёк, всё просто. Левый верхний угол будет показывать в фунтах силу, с которой ты бьешь. Правый нижний угол будет отображать твой лучший результат. Всё, погнали. Перчатку всё равно сглаживаю туда. Неохота бить без перчатки. Шестьсот восемьдесят шесть. Уже получше. Этого достаточно, чтобы вырубить. Я бил, я не помню, я участвовал на соревнованиях. Ещё по самбо, когда боролся. По одному человеку из команды его били по грушам. Я выигрывал этот конкурс. Я нацелен именно на результат в спорте. И я хочу выжить себя до максимума, вот сколько мне отложено. Сейчас я нахожусь на именно своём пике популярности, там, не знаю, заинтересованности других промоушенов во мне. И я хочу это время реализовывать. Я ни в коем случае не говорю, что проиграл и проиграл, до свидания. Нет. Моя задача сейчас выйти и доказать, что я никуда не уходил. Я тут, я здесь, я готов идти дальше. И неважно, будут ли это поражения или победы. Я хочу выходить в клетку. А главная цель – это становиться лучше, как боец. А если это ещё даёт мне возможность, становиться лучше, как человек. Ну, не это ли счастье. Субтитры сделал DimaTorzok